кух всем утро доброго сегодня у нас вторник 2 апреля температура в норвежской столице плюс один есть у меня немного времени до метро и сегодня я хотел бы обратиться к матерям россии я даже для себя знаете выписал кое штуку какие моменты почему чтобы натурально не забыть о чем хотел бы сказать потому что как всегда записал ролика самое главное что хотел сказать то и забыл так вот смотрите последнее время в социальных сетях которые подконтрольны российским по службам такие как вконтакте одноклассники я все чаще вижу как женщины из россии выкладывают фото своих мужей и сыновей погибших на войне в украине вот прижизненные фотки их они полны такого лица полны оптимизма и радости но случилось так как случилось эти люди пошли на войну став просто поддавшись на орудие путинской пропаганды дорогие мои у меня лично нет никаких вот извините у меня нет никаких эмоций в частности даже нет ни сострадания не соболезнований и непонимания зачем они пошли туда и уж точно не сочтите меня бездушной скотиной но это тот случай хоть вся когда я хочу повторить то что и говорил и писал ранее что тот кто раз развязал эту войну есть международный военный преступник причем не соизмеримого уровня кстати это фраза не моя а сказанная вашим любимцем владимиром адольфовичем пометовым если не ошибаюсь не то в 2009 не тот 2010 году кстати если кто найдет эту запись выставить ее в комментах так ну а если по сути это тот случай когда скажем кто-то другой злорастал бы но и в реальности я на самом деле действительно не такой уж урод как могу показаться я скажу проще мы те кого вы называете либеральная мразота отрыжка госдепа или как-то там еще гейропейцы пиндосы и прочее и мы же вас предупреждали а в частности вот ваш покорный слуга чуть ли не с пеной урта орал вам уши в уши что эту путинскую войну будете оплачивать вы россияне причем жизнями своих сыновей власть имущие будут просто вытирать о вас ноги и плевать на могилы ваших близких причем своих родных они туда близко даже не пошли что кстати уже и происходит вот почему я писал и говорил еще в 2014 году что это безумие надо остановить немедленно а всех виновных привлечь к международному суду но это к примеру где я был все эти восемь лет когда бомбили донбасс ну во первых я не молчал если вы посмотрите даже марки на том же ю тубе или фейсбуке второе так на самом деле кто бомбил вы бомбили ваши ублюдки пришли туда на украинскую территорию и развязали там кровавую кровавую баню эту которую кстати ваш же любимец это стрелков дыркина об этом публично говорит что это он начал войну на донбассе не приди он тогда туда ничего бы такого и близкие не было так ну что ж ну и кстати почему так произошло когда с 95 по 2000 год лимон уже быть дождаться до 2001 года ваши войска сносили под ноль города и села в чечне где вы были все это время когда ваши военные сносили ваши города вместе жителями кстати пользуюсь случаем варя хаджаева привет у так ну что ж и теперь главное надеюсь вы не будете отрицать секундочку надеюсь что вы не будете отрицать что 24 февраля 2022 года российские солдаты с оружием в руках пересекли границу украины но никак не наоборот вы это же не будете отрицать правильно так ну украинцы имеют право защищать свою территорию от агрессора и только не надо мне про ваш исторические землю защиту русских это не ваши земли и русских там никто не ущемлял это уже много раз доказано причем самими же адептами вашего прости господи русского мира теперь совсем уже жизнь с моей стороны будет буду зачитывать потому как мог забыть просто солдатским матерям и женам которых называют сейчас путь до мойки нужно понять простую жестокую вещь что их родные будут на фронте до тех пор пока они живы сожалению это так о чем уже открыто говорят офицеры российской армии своим подчиненным а именно вот лишь на моей памяти три цитаты взяты не у злобных хохлов как были сказали да а те что публикуют на своих телеграм-каналах за гниды типа сладкова 13 котенок два майора им подобным первое может и говорят офицеры вы для нас даже не люди вы пушечное мясо вас завтра убьют а послезавтра нам пришлют других таких же человеческих отбросов для нового штурма второе оружие на фронте катастрофически не хватает даже стрелкового в бой отправлять в лучшем случае со штык ножами и автомат предлагает взять у тех кого убьют впереди грубо говоря вот ваську убьют у него возьмешь автомат а васька стоит при этом третье есть немало офицеров когда есть немало примеров когда офицеры добивают раненых ты черт подтверждает что солдат будет на войне на тех пор пока он же меня сильно впечатлил пост некой мамы кадета что гордиться тем что ее сын станет военным и отправиться на фронт она будет там подносить ему патроны и варить кашу нет дорогая моя ваш сын отправившись на эту войну становится военным преступником это раз а вы соучастницы военных преступлений остановите эту войну украинцы вам ничего плохого не сделали ну теперь немножко личного моим землякам с моей малой родины дело в том что 30 марта 2024 года первый канал российского телевидения с гордостью сообщил что высокоточными ударами уничтожены объекты критической инфраструктуры украины его число попал мост через днепр в городе каньев черкасской области куда переехала очень много моих земляков русской национальности из узбекистана это секунду люди знают и вот вопрос ко всем зиганутым соцсетях что делать жителям каньево теперь ведь теперь чтобы из с одного берега города добраться на другой скажем с работы домой и наоборот жителям каньева надо ехать либо через киев 120 километров либо через черкасс это 130 километров по моему хотя по мосту было всего 10 минут проехать кстати этот мост не том или даже фашисты в свое время когда ходили и когда наступали так вот дорогие мои многие из вас помнят мою маму она сильно похожа на фашистскую которую вы ваша водитель и сделали бомжихой в 75 лет очень много помнят других друзей я бы мог перечислить но здесь не буду перечислять их по имен на которые уехали туда но их набирается несколько десятков те с кем вы вместе купались на канале ходили на рыбалку там стреляли жарили голубей с кем вы впервые пионерском лагере подглядывали за девчонками в душе вот все кто был в целиннике привет и они сильно похожи на фашистов нет или как ладно всем пока до свидания держитесь остановить эту войну